Я так и не поняла, есть ли у того мальчишки обувь. Уже утро, 5 утра. Я вообще не поняла, спали ли все или не спали, потому что я проснулась, еще пяти не было. Никто уже не спит. Все уже кем-то заняты. Увидели, что я глаза открыла, говорят, давай полочку опустим. Я говорю, ну давайте, чего уж. Ночью проснулась, тапок моих опять нету. Одела саши тапки, вышла. Станция была. Выглядываю в двери. Сидит на улице наш парнишка в моих тапках. Увидел меня, встрепенулся, вернулся, принес их мне. Может, у него просто тапочек нету. Не знаю. Чего он мои облюбовал. Сейчас? 5.41. 5.25? 21. 21. 5.21 сейчас. 6.15, по-моему, прибываем. Резиночка и брючки сочетаются. Мечен, мечен. Чай, с утра. Вип-куте. Мы вначале просыпаемся, мы вот пепел этот священный из-за шрама едим. Вип-куте называется. А потом все остальное. Ой, ну 5 утра это еще рано, конечно, пить и есть. Чай носят с утра, а кофе так и не принесли еще. Я бы уже кофе выпила. Саша поблагодарила эту приятную семью за приятное путешествие спокойное. Вот эти мальчики, они братья. Одному 16, второму, который все по тапкам, ему 18. Но у него, слава богу, есть свои тапки. Я уж с утра даже запереживала сильно, потому что думаю, господи, а может у него просто тапочек нету? Может быть ему их подарить? У меня с собой еще одни есть. У него, оказалось, есть с собой. Просто мои одевать легче, видимо. Саша обменивается телефонами, но никогда больше не позвонит, наверное, и они ему не позвонят. А смысл какой? Без... Ну так, случайные попутчики, какой смысл-то? Они постоянно обмениваются в поездах номерами. Он почти не спал. Его попросили эти милые люди следить за их багажом и за нашим тоже, потому что он цепь забыл. И он так поглядывал всю ночь, потому что кто-то был без багажа, кто уходил. А когда едет человек без багажа, это немножко подозрительно. Чуть. Поэтому он почти не спал. Дургапура называется станция. Уже светает. Офе еще и не принесли, но ничего, подожду, может быть, в отеле тогда. А может здесь на станции. Вон, девчонки что-то стоят, пьют. Но в основном они чай пьют, индейцы. Вот уже такие красивые, все красные, оранжевые. Это раджастанский стиль. Девочки в розовых платочках, в оранжевых платочках, в юбочках. А блузки у них в обтяжку. Да, да, хэппи ситинг он де флоу. Он такие яркие, просто как картины. Любуюсь, любуюсь на них, на их женщин. Да и на мужчин тоже. Вот здесь они еще не такие колоритные. В общем, мы уже приехали в землю королей, землю раджей. Тут у них мужчины с красивыми усами ходят. Таких, гордятся своими усами, своей голубой кровью королевской все. А, да, да. Все. Да, да, я видела, что там большая группа. Вон. Очень красивые девочки. И женщины еще вот шарфом от Сари или просто дупаты закрывают лицо. Очень многие у них сверху так раз свисает. Их не видно. Вот меня еще поражает. Вот сидит вот семья, да, мужчина, женщина. Не знаю там, кто он, ей муж, может быть, или отец. Они сидят прямо на середине, на пути. У нас бы, наверное, давно сказали, что вы тут сели, то сядьте в стороночку. А индийцы, они настолько терпимы, они просто их обходят, и все. А эти себя настолько комфортно чувствуют, они тоже не думают, может, мы тут мешаем. Иногда большие группы идут и обходят их. Им удобно, они сели в серединочке. Это уже пригород Джайпура. Мы уже подъехали. Вот уже прекрасный джайпурский стиль. Башенки. Джайпур розовый город. И уже на въезде видим такой арочки. Это, казалось, не последняя станция. Мы выходим, а это прекрасное семейство остается. И мальчик в шлепках. Плеваться он, кстати, перестал в процессе. Так что все нормально. Это он просто, по-моему, передо мной хвастался, как он умеет. Метро Плаза. Вроде бы отсюда, говорит, ты ехала в тур. Так, на эту сторону. Что-то платформа я не вижу. Те платформа-то? Прыгать придется, айхэп. А нет. Нормально. Саши уже позвал себе носильщика. К нам мальчик запрыгнул. На бегу. Очень хорошо. Не хочу сейчас сильно спину обратно срывать. После того, что она так долго болела. Поэтому, конечно, помощь нужна. 6.15. Вот прямо тютелька в тютельку. Вчера вечером приехали на станцию на 5 минут раньше, чем заявлено было. Ждали потом отправления, чтобы вовремя отправиться. Боже, неужели такое поднять можно? Такой сильный. Так, надо дождаться нашего юношу. Ага, пошли. Продолжение следует... я немножко отбилась от нашей компании поэтому меня уже десять раз спросили тук-тук вам нужен мужчины эти водители меня вот так вот тоже на расхват иностранка женщина мы наверное брата ждем собачка пометила моя машинка рядом такой вот грязненький совсем такой но не то что бомжеватого но очень грязненький а рядом с ним юноша чистенький такой аккуратненький спит на коврике зачем они в задний карман что-то кладут у него там что-то лежит наподобие телефона вытащить же могут пока спит называют же задний карман чужой сколько раз уже вытаскивали ой ой девочка и сама умылась антисептиком и ребенка умыла Привет, я хорошо, спасибо. Как дела? Привет! Рам, 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 рам. 36 часа. 36 часа, да. 5 минут пелее. Ага, 5 минут пелее, ποрганд калее. Ме, ардж-дади-бат е, тестсі ле, ехае, 30 часа до 30 минут. У лаеш стадиесе п Incre-незде-пенде-лайн, докаих и для dwа-додо. Доса-додо, в сау-ддмеа, отча, отча мил ка? Доса-додо, в сау-ддмеа, отча мил ка. Ме, я си, Доса-додо, ша-ддне не, еде, мете, гехае, отча реаний, те, гао, о Нич ки, ни мил га. Я думаю, что вода будет немного позже. Еще рано в отель. Чекают в 10. Сейчас у них последний немножко.